Всем привет! Рады приветствовать вас на канале Родный Футбол. Недавно Солигорский Шахтер продал свой главный трансферный актив Гамбитца Демба Дарбо. Нападающий перешел в Аль Наср из Арабских Эмиратов за полтора миллиона евро и вошел в топ-10 продаж Белорусской высшей лиги. Вспоминаем, как сложилась судьба остальных девяти рекордсменов. Не переключайтесь, будет интересно. Ставки на спорт с высокими коэффициентами Легальное онлайн-казино с гарантией выплат Самые горячие киберспортивные события Бетера. Это все и двойной бонус Виталий Кутузов легендарный трансфер в истории белорусского футбола. Когда 21-летнего нападающего Борисовского Батте купил знаменитый итальянский Милан буквально в перерыве матчах между командами. К сожалению, Кутузов так и не смог закрепиться в составе гранда европейского футбола. Но успел поиграть за такие крепкие клубы, как Спортинг, Парма, Самдориа, Бари. За предельный космос для современных белорусских нападающих. За Ринана Бресана заплатили столько же, столько и за Кутузова. В конце 2012 года Батте выручил за Бресана 3,5 миллиона евро. Но 3,5 миллиона евро тогда и в 2001-м немного разные суммы. Тогда, в декабре 2012 года, казалось, что Ринан станет звездой хотя бы чемпионата России. Но не получилось. Бресан часто менял команды. Из 2018 года перестал вызываться в сборную Беларуси. В 2019-м он вернулся на родину, где и выступает до сих пор. В настоящее время Ринан играет за Кресиуму из одноименного бразильского города. Талантливого молодого белоруса Павла Нехайчика купила денежная в те годы московская «Динамо». Но, вопреки ожиданиям, Павел лидером так и не стал и через полтора года вернулся в Батте. Сезон 2013 года стал провальным для клуба времен Анатолия Капского. И после окончания сезона Павел отправился в турнет по российской провинции. Томь, Оренбург. Ренессанс в карьере Нехайчика случился летом 2017 года. Он перешел в Брестское «Динамо» Александра Зайцева, в котором стал любимцем болельщиков. После чемпионского сезона 2019 года Павел вернулся в родное Батте. А в начале 2022 года завершил карьеру футболиста всего в 33 года. Совсем недавно на своем канале мы подробно рассказывали о карьере Павла. Рекомендуем посмотреть то видео по подсказке выше или по ссылке в описании. Вячеслав Глеб. Младший брат белорусской звезды лондонского «Арсенала» за отличную сумму был продан МТЗ «Рипо» в Китай. В Поднебесной Вячеслав не закрепился и вскоре перешел в Минское «Динамо», где пробыл полгода и переехал во Франкфурт из второй Бундеслиги. Там Глеб-младший тоже не задержался. И в декабре 2011 года немецкий клуб прекратил с ним сотрудничество. После этого в карьере Вячеслава было множество белорусских клубов, а также греческих колоний. Завершил карьеру белорусский нападающий в Дзержинском «Арсенале» в 2020 году. 5 января 2016 года сербский легионер Батте Филипп Младенович перешел в Кёльн из элиты немецкого футбола за 1,5 млн евро. Звездой Бундеслиги Филипп Младенович так и не стал и вскоре перебрался в бельгийский стандарт. А с 2018 года игрок сборной Сербии выступает в соседней Польше в составе Легии, где является одним из игроков основы. Большой легионерский футбольный путь Сергея Корнеленко, одного из лучшего форварда в истории белорусского футбола, начался с перехода в знаменитая по восточноевропейским меркам «Киевская Динамо». После были украинский Днепр, российский Зенит, английский Блэкпул, Олимпийские игры в Лондоне 2012 года. Но легендой Корнеленко стал в скромных самарских крыльях Советов, где играл 10 лет, а ныне трудится спортивным директором. Подробнее о карьере Корнеленко мы уже рассказывали. Переходите по ссылке в описании к видео. Виталий Лисакович – главная надежда белорусского футбола последних лет. В 2020-м перешел в состав московских железнодорожников, а зимой 2022 года перебрался в Казанский Рубин, с которым уже вылетел во вторую лигу чемпионата России. Интересно было бы вам узнать подробнее о карьере Лисаковича на нашем канале. Тогда ставьте плюс в комментариях. Примерно в то же время с Нехайчиком московская «Динамо» купила и защитника Игоря Шитова. В составе московского клуба защитник не закрепился и после играл в Мордовии, Астане и Минском «Динамо», где и завершил карьеру в 2021 году. Одному из самых перспективных футболистов Беларуси второй половины 2000-х Владимиру Юрченко пророчили топовую карьеру. То им интересовались клубы итальянской серии «А», то он чуть не перешел в российский «Зенит». Но зимой 2008 года неожиданно для многих Юрченко купил российский «Сатурн». За два сезона, проведенных в «Сатурне», сыграл за команду в шести матчах чемпионата и забил один мяч. А сезон 2010 года провел в аренде в родном Могилеве, защищая цвета Днепра. После развала «Сатурна» последним серьезным клубом в карьере Юрченко был солигорский «Шахтер», где Владимир также не закрепился в основе. Последним клубом в карьере некогда талантливейшего футболиста в 2018 году стали горки из Могилевской области. А на этом на сегодня все. Спасибо, если досмотрели это видео до конца. С вами был канал «Родный футбол». Еще увидимся!